Девушки отдыхают Когда ты говорил обо мне и о себе Ты никогда не объединял нас Но сегодня ты сказал О вас двоих на одном дыхании Как ты мог? Просто замолчи! Сегодня ты будешь молчать и слушать меня Если ты Если ты не можешь быть моим То ничего Но я не позволю тебе принадлежать кому-то еще Только Лейле Принадлежит право на Рудру Только Лейле Сколько раз тебе говорить Никто не имеет права командовать мной Меня никто не волнует И я не верю в отношения Ложь! Это ложь! Ты заботишься о ней Прекрати нести чушь Чушь? Ты помнишь ночь во время Сангита? Тогда Тогда ты стал таким растерянным В твоих глазах я видела тревогу И страстное для меня желание быть с ней Быть рядом с этой девчонкой Лейла Что ты сделала с ней? Если с ней что-то случится То я В твоем голосе Было столько беспокойства за нее Это видно Видно потому как ты к ней прикасаешься Как защищаешь ее Как заботишься о ней Ты дал ей право, Рудра Дал ей право доминировать над тобой Теперь я вижу ту же тягу и тревогу Которую ты Которую ты ощущал при разговоре о матери Она была единственной женщиной Которой ты привязан А теперь А теперь и Парвати Оказывает на тебя такое же Но имей в виду Я не позволю этому случиться Хватит, теперь уходи Я оставлю тебя в живых Потому что когда-то ты была моим другом Но сейчас я порываю с тобой все связи Нет Для меня ничего не закончилось И никогда не закончится Я говорю тебе уходи, Паро Я не паро Меня зовут Лена 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 Девушки отдыхают Для меня желание быть с ней В твоем голосе было... Было столько беспокойства за нее Это видно Видно по тому, как ты к ней прикасаешься Как защищаешь ее Как заботишься о ней Ты дал ей право, Рудра Дал право доминировать над тобой Теперь я вижу ту же тягу и тревогу Которую ты ощущал при разговоре о матери Она была единственной женщиной Которой ты привязан А теперь и Парвати Оказывает на тебя такое же влияние Что ты так смотришь на меня, Девьяни? Я же не говорю на непонятном языке, которого ты не знаешь Все очень просто Наденешь этот наряд, когда я тебе скажу Сделаешь все, как я говорила Вот и все Запомнила? Хорошо? Хорошо Положи на ряд в сумку И уходи, пока тебя никто не увидел Матушка? КОНЕЦ Мама? Разве это не наряд Паро? Медхали, ты же знаешь, что нужно стучать, прежде чем входить? Я... Я... Забудь о свадебном наряде. Волнуйся лучше за невесту. Разве я тебе не говорила быть с Парвати? Нет? Иди. Да. Да, сэр. Все соответствует вашим инструкциям. Наши подношения должны будут раздаваться после почитания Маха Шиваратри. Ваше высочество, я слишком маленький человек, чтобы говорить это. Но я восхищаюсь вашими идеями. Какая замечательная мысль! Деньги в корзинах подношений. Как бы ни старались люди из СБГ, они все равно не смогут прикоснуться к корзинам. А если попытаются, то жители им не позволят этого сделать. А после почитания мы отправим корзины через границу. И таким образом наши друзья получат немного денег в обмен на свое оружие. Да, ваше высочество. Я знаю, что будет лежать в последней корзине. Да, ваше высочество. Сэр, зачем господин Тхакур хочет положить муляжи оружие в одну корзину? За тем, что господин Тхакур знает, что офицеры СБГ обязательно придут туда, когда они начнут обыскивать нас. Мы дадим им эти корзины. Дадим эти корзины, да. Пока они будут рассматривать их, мы переправим деньги нашим друзьям за границу, а затем заберем с собой Парвате. Клади внутрь. Клади все внутрь. Давай же. Нам нужно закончить два дела. Очень хорошо. Комната сегодня сияет чистотой. Братец, вас ищет младший брат. Отлично. Ты хорошо пропитала комнату маслом, не так ли? Мадам, я разлила масло по всей комнате, в каждом уголке. Намазала окна, столы, стулья, шкафы. Все, как вы просили. Отлично. Иди переоденься в наряд невесты. Но сделай так, чтобы Дельшер не видел твоего лица. Ты меня поняла? Накрой лицо перед уходом. Так вся деревня будет думать, что Парвате вышло из этой комнаты. Так мы сможем всех обмануть. Иди. Быстрее. История любви Парвате и Рудры превратится в легенду благодаря Таджавату. А здесь сгорит заживо Дельшер, и все трое будут уничтожены в одну ночь. Но, мама, я очень боюсь. Что если огонь охватит весь дом? Что тогда будет? Я не настолько глупа. Огонь будет под контролем. Сгори. Сгори только комната. Дельшера. Ради всего нашего бизнеса мне придется заплатить эту цену. Тот, кто управляет штормом, чья храбрость не знает границ, кто стоит, как скала в бушующем море, как тот, кто возвышается над смертными, мой дорогой сын, веди такую же жизнь, которая придает смысл существованию, какое бы поле битвы не выпало тебе. СБГ дает вам 4 дня, чтобы доказать оправданность вашей миссии. Иначе вы будете лишены звания, и вас уволят из СБГ. ДЕС МЕРЕ, ДЕС МЕРЕ, 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 ЖАН, ХЕЙ, ТОН, ДЕС МЕРЕ, ДЕС МЕРЕ, 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 ЖАН, ХЕЙ, ТОН, ТЫ НАДЕНЕШЬ ФОРМУ ДАЖЕ СЕГОДНЯ? ДЕС МЕРЕ, 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 ЖАН, ХЕЙ, ТОН, Я знаю о твоих боли и страданиях. Но, прошу, поверь мне, я хоть и... Я хоть и ниже рангом, но старше тебя. Сегодня ты не в последний раз надел эту форму. Правда возьмет верх. За закатом наступает рассвет. А после рассвета очень ярко начинает светить солнце, и никто не отнимет у тебя свет. Никто. Оставить все позади и уехать с мужем – часть судьбы каждой девушки. Но пора заберите воспоминания с собой, как самую ценную часть преданного, которую ты сможешь увести. ПЕСНЯ Я не знаю эту девушку. Не знаю. Что же я делаю? Что произошло с моей жизнью? И куда... Куда она меня привела? Не знаю. Но я точно знаю, что делать. Если эта девчонка не подпишет документы, я не отступлю назад. Мне придется... Жениться на ней. Но она сказала, что не выйдет за меня и не подпишет документы. Что она сделает? Я убью себя. Превращу этот город в погребальный костер. Но никогда не позволю этому случиться. Боже. Ты запланировал что-то для меня. Ты не расстроен мной. Рукмани. Ты всегда появляешься рядом. Перед тем, как в моей жизни случаются штормы. Но сегодня я клянусь тебе... Больше ты не встретишься со мной. Потому что... Сегодня твоя подруга... Порой... Умрет. Ее не станет. Родится новая пора... Которая не будет. Она не будет иметь отношения ни к тебе. У них прошлая жизнь. У нее не будет воспоминаний. Не прилетай ко мне, чтобы напомнить о прошлом. Чистоп- полностью обвинять космике. Большая жизнь. Была боевая под Primらной. Что за чем-то Lexiec серьезно? С четырем centеврем, так что сложно. Они・・・ Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ты подпишешь документы? Я не подпишу эти бумаги Хорошо Тогда Это твое окончательное решение Через три часа Ты будешь наказана На всю свою жизнь За все Или через три часа Я навсегда стану свободной Бог решит, уберечь меня или нет Он следит за мной Аман Люди уже начали собираться? Кто сказал, что ангелы живут на небесах? Они должны взглянуть на мою возможную невестку Ты выглядишь очень красиво Пойдем Эй, эй, что такое? Почему вы так спешите? Я знаю пандита Он не убежит Мама, ведь жители деревни приедут сюда Мы можем опоздать А если застрянем в пробке? Ладно, ладно Разве Бог спустится на землю, чтобы попасть на свадьбу и создаст пробку? Она сегодня так прекрасна Забыв о морали Даже Всевышний может сглазить ее Вот так Вару, милая Разве я не говорил тебе? Идем Дупата порвалась И что нам делать? Ничего, мама Можно просто спрятать Правда? Нет, нет, нет Ты же ты с ума сошла Что скажут люди, если увидят это? Невеста порванной Дупати Нет, нет На свадьбе все должно быть идеально Это плохой знак Так, ты ведь хорошо шьешь Давай быстренько зашей А все по плану Ты останешься здесь А этот сумасшедший Рудра отправится на праздник, чтобы встретить там свою смерть А Раджат Хакуры тебя тоже прикончит Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова